Здравствуйте! Действительно, программа «Особое мнение». Я Дарья Пещикова. Со своим особым мнением в этой студии дьякон Андрей Кураев. Здравствуйте! Добрый вечер! Давайте начнем с новостей из Петербурга. Там в избирком подана заявка на проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора. Как вам кажется, нужно такой референдум? Проводить не нужно? Поможет, не поможет? Ну, то, что действительно общественное мнение Петербурга, скажем так, не единодушно восприняло новость об изменении статуса Исаакиевского собора. Это оказалось неожиданностью для тех, кто полагал, что аппаратной отговоренности достаточно для того, чтобы решить любую подобную проблему. Теперь вопрос в том, есть ли решение будет приниматься или отменяться, то будет ли оно опираться на какие-то социологические опросы, которые, конечно, могут быть заказными, купленными и так далее. Или же вот есть наиболее демократичный путь путем референдума, следуя, к примеру, скажем, Швейцарии. Дорогой вариант, конечно, сложный, но власть сама себя в такие условия, в конце концов, загоняет. Пока, естественно, не очевидно, будет ли оно разрешение на референдум, будет ли оно проведен, даже неизвестно будет ли. Они, скорее всего, объявят, что результаты все равно не имеют никакого значения для решения исполнительной власти города, которая самоправомощна такие вопросы решать, как оно считает. Но, тем не менее, с точки зрения некой кристаллизации в сознании людей, это важно. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки проснулось бы в церковных чиновниках то, что составляет предмет гордости христианской цивилизации, способность к рефлексии, к самооценке и, прежде всего, к покаянной самооценке, умение смотреть на себя глазами Бога и глазами другого человека, умение сдерживать свои собственные хотелки, аппетиты, умение душить свою жабу, особенно в период поста, да, умение отказаться от гордости не только личной, но и зазнобство корпоративного, национального, скажем, и так далее. Вот это хорошая задача на начинающийся Великий пост. Ну, а, в принципе, вам кажется, как вот это вот возмущение, которое присутствует в обществе, оно оправданное или нет? Само по себе идея о том, что Исаакиевский собор будет передан церкви, меня нисколько не травмируют. А вопрос в том, как это делается. То есть, здесь, да, точнее говоря, вопросы. Первое. Если бы такая передача мела место 25 лет назад, я думаю, было бы вполне едонушное приветствие. Ну, может быть, кроме там секты коммунистов радикальных, да. Все сказали бы, замечательно, надо исправлять ошибки прошлого советского периода. Но прошло 25 лет. Значит, то, что сегодня возникают такие серьезные дискуссии вокруг этой темы, казалось бы, очевидно, означает, первое, репутация принимающей страны и настаивающей сделать нам этот подарок. Она за эти годы, как ни странно, в чем-то была весьма и весьма испорчена, особенно за последние годы. То есть, у нас стали видеть не старцев из города Китежа, которые вышли на брег морской, сохранив вековые предания и так далее. У нас стали видеть современников, у которых есть свои бизнес-интересы, которые умеют работать с властями, использовать административный ресурс и давить своих конкурентов. И вот, скажем так, церкви с таким фейсом уже не хотят вот так спокойно возвращать еще что-то, когда-то ни было. Второе, что за эти 20 лет произошло, почему такая выборочная реституция? Почему одним все, в том числе даже фундаменты бывших зданий, на которых стоят совсем другие уже строения, а другим ничего? То есть, может быть, здесь Петербургская, может быть, Зимний дворец возвратим наследникам, Гогенцоллерным каким-нибудь и так далее, пусть они туда заселятся. Это второй вопрос. И третий, то, что, понимаете, ну, если дело святое, зачем делать его тайно? Почему бы изначально не обсудить все и вся, да? То есть, вот очень печалит в этом вопросе то, что не была в самой Патриархии продумана самая процедура, как это объяснить не губернатору или каким-то кремлевским чиновникам, партнерам, приговорам, а как-то убедить людей. Вот эта вот манера давить вместо того, чтобы убеждать, а убеждать, опять же, не в давящей интонации, не в элегантной манере асфальтоукладчика, а вот, ну, в доверительной беседе, спокойной. А может быть, просто нет веры в то, что эта доверительная беседа поможет? А тогда какие мы, христиане? Христианство — это религия слова, в том числе пастырского слова. Вот, если это пастырское слово, вещевание, не действует, то надеяться на полицию и казаков, ну, здрасте, грабли, мы, по-моему, скучали, ну, сколько ж можно по ним топтаться-то, ну? И в данном случае, я говорю, вот, вместо того, чтобы нормально продумать, а возможные контраргументы, да, заранее их собрать, просчитать, придумать свои контраргументы, ответы, да, а главное, ну, финной, говорю, да, первое, три этапа. Первое — создавить красивую итоговую картинку. Вот если мы будем собственниками этого здания, то у нас есть мощные лоббистские возможности, больше, чем у господина Бурова, и поэтому мы, скажем, с кем-то Якуниным договоримся с олигархом, ну, чтобы вот в этот собор входили бы деньги, которые позволили бы сделать нам шикарный подарок всем россиянам, сделать музей бесплатным, да. Правда, тут возникает вопрос, до которого действительно не додумались. Ни одна из сторонцов, действительно, не у времени, а если все будет доступно, не растопчат ли люди там друг друга и храм заодно? При таком направлении туристов, Министерство культуры такой вопрос уже ставит. Знаете, это все равно, как вот, скажем, в Москве, да, вот давайте отменим московскую прописку, давайте снизим московские цены до общероссийских. — И пусть все приезжают. — Да, и какой результат будет, да. Вот нечто подобное и здесь. Исааки, а не резиновые. — Ну, а представьте, какой интерес у РПЦ? Зачем получать в безвозмездное пользование собор, который и так, в принципе, открыт для церкви, она проводит там службы? — Вот ответы на этот вопрос тоже, к сожалению, не подготовили, внятного и убедительного. Службы и так там были, то есть чего не хватало? Больше торговых площадей там поставить, не два церковных киоска, а двадцать музейные киоски сувенирные оттуда убрав, да. — Ну, какой-то тоже не очень хороший для церкви аргумент. — Ну, да, да. А других аргументов как-то вот не находят, честно говоря. Но он, я говорю, вот эти аргументы надо было подобрать сначала, да, нарисовать красивую картинку. Второе — написать хорошую дорожную карту. Между прочим, закон о реституции собственности религиозной, он прямо говорит о том, что при передаче музея необходимо, чтобы был представленный бизнес-план. То есть как и за счет чего будет финансироваться выживание и дальнейшее сохранение этого памятника культуры. Вот этого патриархия не представила вопреки требованию закона. И поэтому, если честно, у властей государственных есть именно законное право отослать назад, это ходатайство петербургского митрополита, простите, приложите к нему конкретно за счет каких средств, какие именно средства, откуда вы их возьмете ежегодно, то вкладывать в развитие, в сохранение этого памятника. И в развитие, очевидно, какого-то музейного дела. Потому что это та ситуация, когда не развиваясь, нельзя сохранять. Но у Полтавченко, кажется, никаких вопросов-то особо и нет. Но оказалось, что в Петербурге живет не только Полтавченко. Не все жители Петербурга носят фамилию, оканчивающуюся на Ко. Ну, мы сталкивались с похожей историей, когда фамилия Кадырова всплывала, тоже были недовольны, что кого-то послушали. А вот видите, это все кумулятивный эффект. То есть, и история даже с Доской Энергеем, и с Мастом Кадырова. То есть, как бы губернатор, он как-то тщательно выпиливал сук, на котором сидит. А сидит он на этом сук не один, а вместе с правящей партией нашего президента. И поэтому, опять же, Крымлевская реакция может оказаться. То есть, этот сук покачивается по одним активам. Ну, как-то нам же говорят, не надо раскачивать лодки, понимаете. Говорят, уже не первый год. А здесь вдруг, причем цирк, конечно, потому что инициатором раскачивания лодки все-таки выступила патриархия, прямо скажем, да. А сегодня, и она же обвиняет. Те, кто против, они и раскачивают. Ну, это очень странная ситуация. Ну, опять же, как-то сомнительно полагать, что Полтавченко за такое благое начинание может поплатиться. Он же, как говорится, как лучше хотел. Вы знаете, он, во-первых, что значит поплатиться? Во-первых, мы видим некий очень новый тренд на смену губернаторских элит. Во-вторых, не очень понятно, насколько он сам держится за этот пост. И куда он оттуда уйдет. Да, это тоже не очень очевидно. В-третьих, здесь ведь главное ведь не это, не личные заслуги товарища Полтавченко перед партией, а какой электоральный эхо это все возымеет в следующем году. А если не самый лучший результат, тогда уже вопросов возникает. Если социологи, секретные аппаратные социологи предложат, скажут, что, вы знаете, нам представляется, что процент будет ниже, чем на прошлых выборах, то тогда могут последовать досрочные. Это особое мнение Зекана Андрея Кураева. Сейчас сделаем небольшой перерыв и скоро вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Я напомню, что свое особое мнение сегодня представляет дьякон Андрей Кураев. Давайте еще немножко о попытках церкви приобрести какое-то имущество или, как правильнее, наверное, выразится, получить его в безвозвездное пользование. Тут новая газета пишет об еще одной интересной истории, о том, как РПЦ пытается получить здание не в центре Москвы, а чтобы построить на его месте, конечно же, церковь. Знаете вы об этом, наверное, что-то слышали. Ну, насколько я понимаю, речь идет об Алексеевском монастыре. Напомню, настоятельницей игумени этого монастыря является игуменья Ксения Чернега, она же руководитель юридической службы патриарха. Когда-то это был просто прихазской храм, где замечательный московский священник и проповедник служил от Кисар Тима Владимирова. Сейчас он там, никто и звать его никак на фоне новой гумни и ее порядков. И, конечно, это ее профессиональный интерес, расширять недвижимость и обосновывать, ставить эксперименты с нашими законами и прочее. Но в данном случае, как я понимаю, речь идет о здании, которое было построено просто на фундаменте монастырского корпуса. Корпус был снесен. Там сохранилась небольшая часть стены, совсем маленькая, и фундамент. Ну да. Сложная ситуация, да. То есть ученые говорят, что аппаратуру тяжело будет привозить куда бы то ни было. А Титна, я просто плохо представляю семейную географию, в какой степени необходим этот корпус, и что там такое, ли уж там наплыв насельницы и так далее. Вот, это не очень понятно. Если честно, то, конечно же, смотря на такие монастыри, это просто самый важный, да. А для чего это вам-то? Вот, скажем, Херсонайск, да, там тоже когда-то был монастырь. Когда? А, собственно, к самой конец 19 века и до революции, начале 20-го, да. Там не было никакой древней монашеской традиции. Так, когда вдруг вспомнили, в 1880 году, ой, кажется, где-то здесь крестилась Русь, да, то решили впервые в свою историю России, в 1880 году, решили, в 1888, да, решили праздновать 900-летие Крещения Руси. И по этому поводу, что давайте монастырь там тоже сделаем, да. Вот, потом этот монастырь поставили там прямо на раскопках, на древних хриологических руинах. Монастырь, естественно, революцию не очень пережил. И в начале нашего тысячелетия, в нулевых годах, была пытка воссоздать монастырь в Херсонесе. Один монах там был, кончилось полицейским скандалом, с наркотиками и так далее, поэтому никого монастыря там нет. И вот здесь всегда возникнет вопрос, понимаете, для того, чтобы монастырь нормально жил, нужна все-таки, прежде всего, не исторический паспорт кадастровой выписка, а нужна личность человека, которому бы шли. Который был бы таким светлячком, который был бы... Вот как тот человек, с которым прощалась наша церковь на минувшей неделе, удивительный человек, архимандрит Кирилл Павлов, духовник в Северной Руси. Вот такой человек, независимо, он мог бы жить просто где угодно, хоть в пустыне, хоть в каком-нибудь районе новых черемушек, а к нему бы любишь лизы, чтобы просто вот видеть его глаза, прикасаться к его руке и слушать. Ну, той атмосферы мира, наслаждаться, которая от его души исходила. Это действительно было так. Знаете, когда я был семинаристом, мы к отцу Кириллу ходили по вечерам, особенно в День Великого Поста, и он читал нам страшную книгу. Эта книга называется «Библия», «Ветхий Завет». Он его прочитывал вслух, вот так, за время Великого Поста. А почему страшно? Потому что это в том книге исторические и очень неудобные. Там, кто кого убил, вырезали и так далее. И, конечно, как-то вот и наше юношеское, и неофитское сердце с этим трудом соглашалось. Но когда видишь, что этот текст читает человек, который синоним слова «любовь», то было понятно, значит, какое-то, возможно, другое переживание этих текстов, этих событий. И надо дорасти, что ли, до этого понимания. Вот такой человек может вокруг себя собирать людей, и для него можно, вот раз такой человек есть, заранее скупаем микрорайон вокруг, и будет у нас здесь новая лавра, новая фона и так далее. А много ли таких людей осталось? Да, а когда речь идет просто о бюрократах типа монахини Ксении, то много ли девочек пожелает пойти туда, что для них нужно вот такой новый корпус общежития, такой ценой строить и так далее. И то же самое Херсонесе, где вообще монахов и близко нет. То есть вообще создается ощущение, что происходит какое-то самоутверждение, что ли, РПЦ, вот просто декларирование себя. Мы есть, вот мы обозначаемся вот этой церковью, вот этим вот собором, то есть строим государство внутри государства, со своим имуществом, соответственно, со своими какими-то зданиями. Знаете, известно, что каждый генерал готовится к позапрошлой войне. Вот такое ощущение, что и наши епископы, они готовятся к повторению советской истории. То есть вот ожидается, такое ощущение, что, несмотря на все их уверения в таком показном оптимизме, что Святая Русь возродилась, и всем дадим по зубам, они живут в ощущении того, что вот-вот начнутся новые гонения, а гонения, опять же, обернутся тем, что у церкви будут отменять недвижимость. Поэтому, может, больше недвижимости, это надо набрать. Чтобы хоть что-то осталось. Да, да. Вот только так можно, честно говоря, это объяснить. А уж тем более, когда вот эти новые скандалы, будь то в Херсонесе или вот это начало знающейся историю в Алексеевском монастыре, а когда они происходят на фоне вот не окончившей истории с Исаакиевским собором, то тем более это странно. Как скажем, и крайне странно сегодняшнее заявление пресс-служб патриархии о том, что патриарх в ближайший четверг передаст Высокопетровскому монастырю в Лахерскую икону Божьей Матери, которая ныне хранится в запасниках кремлевских музеев. Значит, опять тема музея и церковь, она тем самым как бы обостряется. А в данном случае на пустом месте, потому что данная икона давным-давно уже не в музее, а она давным-давно в Симоновом монастыре, в действующем храме. И просто из одного действующего храма в другой, по-гласению патриарха, она будет перенесена. Вот и всё. Но тогда в этом нет ничего сенсационного. А зачем тогда заострять внимание, если и так всё так напряжено? Это вопрос к профессионализму нашей патриаршей пресс-службы, к сожалению. Таких вопросов к ней много. Но это вопросы к РПЦ. А вопросы к властям у вас не возникают? Почему так щедро поступают чиновники, те, кто отвечают за все эти вопросы, спокойно передают здания, земли, даже там заповедные земли, дворцы? Ну, с одной стороны, у них есть известный аргумент, что с 90-х годов государство сбрасывает в себя социальную нагрузку. Берите все эти заброшенные пионерские лагеря, детские сады, и делайте с ними что хотите, а нам налоги с этого платите. То есть тот объект, который ранее был для госбюджета убыточный, будет теперь прибыльным. Не исключено, что в некоторых случаях, когда какие-то рудинки под храмом предаются, эта логика имеет место. Но кроме того, конечно же, есть и какой-то политический расчёт, что вот чем сильнее будет церковь, сильнее будет влияние народа, это может сказаться в годину тяжку очередных выборов или недовыборов. Этот расчёт есть, по-моему, довольно-таки наивный, потому что, опять же, события столетней давности, они показали, что голос настолько прикормленной церкви, он не учитывается людьми, у которых вдруг обозначились свои собственные интересы. Давайте немножко о людях, которые скорее себя к неверующим причисляют. Знаете же наверняка эту историю блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме Екатеринбурга, вот накануне оставили его под домашним арестом, уже известно, что в марте будет по существу дело суд. Что вы думаете, в принципе, надо ли его наказывать за то, что вот он так себя вил в храме? Я просто не знаю. Нет, там уже внятное было пояснение прокуратуры и всех реальных официальных лиц, что дело не в том, что было в храме. За его прошествование с гаджетом по храму его никто не криминализирует. Лечёт в том, что потом эти записи, какими комментариями он сам сопроводил в своём собственном блоге, вот за эти комментарии, его пробует привлечь к ответственности. Ну, там он, в частности, сравнивал Иисуса Христа с покемонами и зомби. Эти ролики я не смотрел, поэтому оценивать их не буду, но, понимаете, это вопрос действительно достаточно серьёзный, в конце концов, пределы свободы слова, которые общество разрешает. Ну, в конце концов, то есть, предположим, что это сказано не о христе и не о христианах, а о какой-нибудь этнос, скажем, им упоминался бы, да? Ну, вот, там будет тот цыгане, евреи, чеченцы, татары и так далее. Как в этом случае реагировала бы, опять же, даже либеральная пресса? Наверное, сказали бы, так сильно нельзя, и привлечения к ответственности, что не равняется тюремный срок, само собой разумеется, да? Далеко не всегда должно это равняться. Это всё-таки, ну, знание о том, что за вот такие с пылу с жару сказанные в общественном пространстве, которым является интернет-слова, можно будет понести ответственность. Это знание должно быть в жизни каждого человека, который вступает на тропу журналистики. То есть, простого какого-то наставления недостаточно? Если оно подействует, ради Бога, очень хорошо, если подействует. Да, чтобы понимать, подействует ли, как говорится. Давайте сейчас сделаем ещё один небольшой перерыв, я напомню, это особое мнение дьякона Андрея Кураева. И снова программа «Особое мнение». Я, Дарья Пещикова, со своим особым мнением в этой студии, я напомню, дьякона Андрея Кураева. Давайте, раз мы уже начали о судебных делах, ещё немножко о таком мирском. Потом Евгению Чудновец, наверное, тоже про неё слышали, могут скоро отпустить. Осудили её за репост видео с издевательствами над ребёнком. Эльдара Дадина вот отпустили. Что происходит? Это у нас суды, судьи прокуратуры подобрели, так к Великому посту готовились, может быть, как вам кажется. В чём секрет? Не знаю, я многое пропустил, потому что последнюю неделю я был на Кипре, там лекции у меня были. Так что я там наслаждался редчайшим, беззрелищим. Зелёный Кипр, обычно русские туристы такого не видят, приезжая летом, когда всё выгорело. Так что у меня была довольно плотная прошлая неделя, много новостей я пропустил мимо. В том числе одну сенсационную совершенно. С 17 февраля в Конго, это в Африке государство, патриарх Александрийский и все Африки совершил первую за полторы тысячи лет хиротонию женщины. Первую в православном мире. Это какая-то матушка Фиано, она раньше работала, неизвестна монахиня или нет, кажется, нет, работала кохизатором, а теперь у нас стала деканиссия, первая в истории. Это очень интересно, деканиссия, был такой чин древней церкви, мученица Татьяна была деканиссией. Например, тератония происходит в алтаре во время литургии, и дальше она получает право, которого нет, скажем, в панмарии алтарников мужчин, право прикасаться к священным сосудам, да, она помогает при причастии, она помогает при крещении женщин. Вот, то есть, в общем, это серьезный очень шаг для того, чтобы изменить в самом церковном сознании отношение к женщине. А такое только в Африке, простите, возможно? Пока вот Африканская церковь на это свершилась. Это вопрос, который должен был бы обсуждаться на Всеправославном соборе, который в прошлом году был на Крите, но все-таки его вычеркнули с повестки дня. Вот, у нас только на дальних-дальних подступах к этому. Но пока копится литература, в том числе хороший автор, отец Андрей Пастернак, если не ошибаюсь, из Тихоновского университета, об этом ни один текст написал. У меня в ближайшее время выйдет об этом книга. Вот, женщина в церкви, переиздание, где вот много об этом размышлений. Мой вывод таков, что вот пока, перелопатив литературу доступную мне на эту тему, я пока не увидел чисто богословских аргументов против вообще женского священства в православии. То есть, аргументы, они исторические. То есть, такого никогда не было, а поэтому, значит, не нам и начинать. То есть, вопрос какой-то традиции исключительно. Да, это вопрос традиции. Это важно для православного мира, это важно. Но в то же время, если учесть, что этот спор с новой силой сейчас тем паче разгорится, и не только где-то далеко за рубежами России, в Африке или Европе, но и у нас, а поэтому очень важно понимать, а какие у нас есть полемические доводы, качества их, качества богословия нашего. Это я, например, признаюсь, в порядке почти сейчас покаяния, когда первое издание моей книги это было, я говорил, что мне кажется, всё-таки важным аргументом против женского священства является то, что священник – это образ Христа, а Христос был мужчиной. Мне в ответ довольно хитро заметили, ну, кроме того, Христос был евреем. Означает ли это, что нееврей не имеет права быть священником? У Христа была борода, означает ли это, что тот, у кого нет бороды, не имеет права быть священником? То есть это серьёзные аргументы, на самом деле. Серьёзные. Что нам кажется главным, или, может быть, отчасти случайным, приходящим, исторически обусловленным в облике Христа, который мы знаем, да, это для нас значило, что оттуда должно быть увековечено. Вот косичка, длинные волосы за плечами, должна они быть или нет? Можно ли без этого быть христианином или священником, да? А в принципе, среди женщин есть желающие-то попробовать себя? Православие не проявляется. Нет, в православии такого требования, митингов, пустите нас в алтарь, такого нет. Вот. То есть в этом атмосфере и в самой России, и в православном цирке отличается от того, что есть на Западе. Но опыт показывает, пусть там с дистанции в 50 лет или 200, всё равно рано или поздно сюжеты, проговоренные в западном дискурсе, они приходят и к нам. И поэтому, ну и говорю, готовясь к полемике, надо проверить чистоту, качество и отточенность своих аргументов, понимая, что мы доказать не сможем, в чём мы не сможем переубедить людей, да? А какие аргументы у нас всё-таки есть? Ну вот то, что деканисы восстановлены, этот чин в одной из 15 православных церквей мира автокефальных, это уже значимо, дальше это уже легче пойдёт в других церквах, и однажды это произойдёт и у нас. Была бы такая потребность, как говорится. Ну, пока. Верно, здесь серьёзный вопрос, понимаете. Дело в том, что, насколько я понимаю, в Африке, там вот в этой Александрийской церкви православной есть серьёзная общинная жизнь. И вообще там много именно живых общин. Вот Конго, действительно, это очень православная страна, очень христианская, как ни странно сейчас, с активной миссией. И вот эти вот общинные большие деревни, да, в которых действительно очень важно, что у человека есть возможность, вот иметь статус, в том числе, вот женщину, право входа в другой дом. В каком-то смысле нам сегодня заменяет интернет, право входа в другой дом. Вам, у вас есть такое право, у меня, у кого угодно, и погоны для этого не нужны. А есть другие общества, для которых это более важно. Вот, может быть, действительно, это интересно. То есть наличие интернета, оно делает возможным обойтись без деканизма. Вот, но, с другой стороны, главное, чтобы всё-таки не было мизогонии в православном богословии, да, чтобы не было глупости типа того, что женщина не до человека. Этого в богословии нашем действительно нету, в серьёзном богословии. А вот на уровне приходских сплетен и баек, к сожалению, до сих пор бывают. – Печально, довольно-таки. Ну, ладно, раз вы не хотите про дела Дадина, Чудновец, про все эти истории последних дней, давайте, в общем и целом, что есть вообще в Великий пост? Вот для тех, кто хочет его соблюдать, что нужно делать, чего нельзя делать, вот какие-то основные вещи, ведь всё-таки пост начался совсем недавно, и будет продолжаться до 15 апреля, это же сколько времени впереди. – Вы знаете, вот буквально перед началом поста в храмах читается Евангелие, слова Христа о том, что когда поститесь, не будьте глицемеры, не показывайте, что вот я пощусь, но не надо идти с постной мордой по улице и так далее, да. И слова Христа совершенно потрясающие, когда поститесь, помажьте голову вашим маслом, волосы вашим маслом. Но это единственная тогда доступная косметика. Почему-то тогда считалось, что масляные жирные волосы – это вот так вот, это значит, у меня всё хорошо, у меня такой жирный плов, такой вкусный барашек, что я даже вот волосы могу вот так расчесать вместо шампуня. Ну, так считалось тогда, да. То есть, переводим на русский язык, то есть, ну, если постишься, то, напротив, чуть не лучшую одежду одень, лучше, там, есть косметика какую-то, пусть съесть. Ну, то есть, вот, ну, ты не должен быть каким-то, подчёркнут, каким-то другим отличаться от других людей, вот в этом смысле, да. Не навязывая свои проблемы им. Честертон однажды очень точно сказал, хорошего человека узнать легко. У него улыбки на лице и боль в сердце. Наоборот, не должно быть, да. То есть, не надо свои проблемы навязывать другим. То есть, вот… Ну, а пост – это что, всегда проблема? Нет, не минуточку. То есть, по идее, вот эти слова Христа означают, что пост – это сугубо индивидуальное мероприятие. Не показывай всем остальным. Вообще, молясь, делай втайне, да, зайди в келью, закрой дверь с ним. Тем не менее, в истории церкви пост получил несколько иное значение. Например, вот за две недели до начала поста была в церковном календаре неделя омыть ревресей, сплошная седмица, когда не было поста в среду и пятницу. Почему? Терковные книги об этом напоминали. Я сам долгое время думал, что раз в неделе называется омыть ревресей, а мы-то не фресеи, поэтому не постимся, да. Ничего подобного. Оказывается, результат древних, как бы это сказать, взаимных троллингов между византийцами и армянами. Оказывается, у армян был свой праздник. Он, наверное, есть до сих пор день крещения Армении. Как у нас вот сейчас патриархида пробует ввести в народную память день крещения Руси. Армяне-то раньше, в начале четвертого века крестились. И у них был установлен пост за неделю до дня крещения Армении, они постились. И вот отцам церкви греческой где-нибудь там шестого века оказалось так важно показать, что мы не как армяне. А мы напротив даже и поститься в эти дни не будем, чтобы не быть похожими на нас. Что это означает? Что реально, когда рядом живут разные религиозно-этнические группы, календарь, чередование праздников и постов становится боевым знаменем, таким отличительным. Вот у нас рубашки такого цвета, а у них другого цвета. В одной стране европейской такое было в среднем 20 века. То есть по внешности. Это способ консолидации своих. Напомню, кстати говоря, первые европейские гетты создавались по инициативе еврейских раввинов, чтобы консолидировать своих и легче их контролировать, и чтобы они по своему еврейскому закону могли бы жить. Значит, поэтому пост в итоге стал способом проявления солидарности. Это неплохо. Создать страна на посту, как Захара. Юморист такой вот говорит. Страна на посту. И ощущение того, что я вместе со всеми что-то делаю, но оно в нашем атомизированном обществе, оно бывает действительно хорошим, радостным и важным. Однако есть, конечно же, более высокий уровень переживания поста. Пост – это способ показать, кто в доме хозяин. Важнее всего, погода в доме, как известно. А вот кто эту погоду заказывает? Мой животик, моя совесть, моя голова. То есть, в данном случае, это некое, во-первых, напоминание самому себе привести себя в рабочее состояние, чтобы я понимал, что я могу от чего-то отказываться. Потому что жизнь может поставить ситуацию жесткого выбора. И вот я должен тренировать эту мышцу выбора. Отказаться от чего-то значимого, вкусного, приятного ради должного. Как однажды Дамблдор говорит об одном мальчике и студенте Хогвартса, что когда поставил ему выбор между легким и верным, он всегда выбирал верное. Точная фраза. Значит, это некая такая тренировка. И третье, на самом высоком уровне. Иногда тренировка высекает искру. Искру понимания, искру радости. Вот знаете, наверняка многие из наших слушателей делали героические попытки похудеть. И сажали себя на диету. И вот если вам удавалось спросить 5-6 килограммов, как же ваше сердце, ваши ножки, ваша спина были рады тому, что теперь можно летать на крыльях. Вот точно так же, если удается хорошо попаститься, не в смысле избавить вес, а избавиться от каких-то грехов, нехороших привычек, вот душа титно радуется. Вот она расправляет крылья. То есть это какая-то радость, счастье через трудности и страдания. Если это всерьез, если это не имитация поста, когда сплошь и рядом подменяют обычное мясо соевым мясом и так далее, когда подменяют обычный скоромный стол изыском постных блюд и так далее. Когда пост честный и долгий, тогда действительно он может принести радость душе. Поэтому те люди, которые профессионально православные монахи, они радуются этим постам долгим. А вот пост на показ, это что такое? И зачем это? Ведь сейчас действительно очень часто можно встретить в супермаркетах разных акций, вот эти вот рекламные с постными продукциями, которые заменяют полностью обычные продукты. Полностью на совести этих супермаркетов, да? Ну, люди же покупают, как говорится, просто так ничего не происходит. Значит, есть потребность в этом, в том, чтобы поститься просто ради поста. Пост ради поста, а не ради какого-то внутреннего переживания. Нет, я думаю, что у каждого человека есть свой мотив. К сожалению, мотив изрядной части ныне постящихся – это всё-таки похудеть к пляжному сезону. То есть здесь налагается разная мотивация, как бы превалирует, конечно же, такая чисто мирская, но такая весенняя героическая попытка перед пляжным сезоном раздевания летом, да, животику убрать лишнюю складку, что называется. Да, конечно, это недалеко от церковного понимания поста. Ну, естественно, любой здравомыслящий священник в эти дни напоминает, что главное – это не пожрать ближнего своего. Давайте на этом поставим точку в отличной сентенции. Спасибо большое. Это было особое мнение декона Андрея Кураева.